Всем привет! С вами Никитин Алексей. В этом уроке мы продолжим знакомиться с элементами пользовательского интерфейса и разберем с вами такой элемент, как слайдер. Для того, чтобы создать слайдер, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в иерархии проекта и в элементах пользовательского интерфейса выбрать элемент слайдер. Давайте посмотрим, какие основные свойства есть у слайдера. Первоначально тут, я думаю, вы сможете тоже сами разобраться. Также есть background, как в прошлый раз. Есть заполненная область, есть сам вот этот handle, ручка, slate area. То есть, что выделено. Я думаю, вы можете здесь пощелкать. Тут нет ничего сложного. Так, переходим в сам слайдер и смотрим. Первые пункты нам уже хорошо знакомы. Это interactable, то есть кликабельность-некликабельность нашего слайдера. То есть, можно будет с ним работать или нет. Дальше, какие переходы при нажатии, при наведении и так далее. Тут тоже есть 4 режима. То есть, отсутствие переходов, цветовой переход, переключение спрайтов, а также анимация. Также есть время затухания и навигация. Давайте посмотрим, какие здесь есть новые пункты. Вот эти первые два пункта, это то, что выбирается в качестве вот этой ручки и самой области. Это заполняется автоматически. Вот, но если вам вдруг нужно будет поменять это, вы можете просто нажать на вот этот кружочек и выбрать необходимый для вас элемент. Далее, direction. Тут есть несколько направлений, в котором у нас слайдер может двигаться. Это может быть слева направо, справа налево. Ну, то есть, вот сюда вот здесь 0, здесь 1 будет. Снизу вверх. И сверху вниз. Я думаю, тем, кто играет в компьютерные игры, больших проблем с тем, чтобы разобраться с этим элементом не возникнет. Так, следующее. Это минимальное и максимальное значение. То есть, что будет соответствовать правой части, то есть, максимальному значению, что будет левому соответствовать. Давайте я здесь, к примеру, наберу 10. То есть, теперь максимальное положение у меня будет равняться 10. Следующий пункт, это whole numbers. Оставлять только целые числа. Если я выбираю этот пункт, то тогда моё value, то, что я выбираю, может быть только целыми числами. То есть, может быть описано переменный int. Теперь смотрите. Изменения у меня только в тот момент, точнее, только на целые числа. Если я убираю эту галочку, то я могу выбирать числа с плавающей запятой. Также, если я здесь, например, сделаю 5, то максимальное значение у меня 5. Убираю whole numbers. Точно так же работает только с целыми числами. Хочу отметить такой момент, что каждый раз, когда я меняю значение, моя система обновляется. То есть, не нужно нажимать какие-то дополнительные кнопки, либо что-то ещё. Если я изменил, то моя система уже полностью изменилась. Так, ну и последний пункт, он тоже очень похож на то, с чем мы уже знакомы. Это onValueChanged, на что будет влиять данная система. Но также здесь вы можете выбрать какой-то объект и дальше выбрать функционал. Если в каком-то скрипте будет прописано какие-либо действия для разных состояний, то этот режим может это обработать. Так, я думаю, написание скрипта мы с вами перенесём на вторую часть. А на этом пока всё. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока-пока.